Сейчас мы с вами поговорим о благодарности. Благодарность у нас формируется как добродетель. Это добродетель благодарности. И благодарность – это одна из многомерных, высоковибрационных добродетелей, благодаря которой воплощается наше желание и намерение к минифестации. Помните, Виана нам даёт формулировку, в которой мы говорим нашу полную формулу и говорим «благодарю», «сделано», «сделано», «сделано». И «благодарю» – это как благодарность, выражение благодарности, выражение подтверждения того, что всё произошло и всё хорошо. И таким образом, когда мы благодарим за то, что у нас есть, за то, что мы имеем, Вселенная к нам поворачивается, знаете, лицом. Иногда Вселенная к нам немножко задом повернута, а когда мы начинаем умеем благодариться, она начинает к нам появляться более снисходительно, и она понимает, что мы действительно благодарны. И я очень часто привожу в пример историю со своим банкротством. Когда у меня было банкротство, конечно, очень такой серьёзный, тяжёлый был период времени. И я очень много стала работать с осознанностью, с эзотерическими, с духовными знаниями. И очень много я акцента делала на духовное знание, в том числе на вероисповедание. И тогда я для себя вывела такую формулу, которую я очень много лет транслировала, наверное, даже не осознавая на 100%, что я несу. Но я это поняла на личном опыте. Когда было банкротство, чтобы вы понимали, у меня ничего не было. У меня ничего не осталось, кроме моего сына, четырёх котов, крысы и бывшего мужа, который мне единственный, кто помогал. У меня не было жилья, у меня не было машины, у меня не было денег, у меня, в принципе, не было ничего, кроме сына. Ну и, соответственно, то, что я перечислила. И в одной фразе на каком-то семинаре, на какой-то книге, я даже не помню, когда это было, я прочитала, и я поняла, что я действительно, я что-то ещё имею. И там было такое, что благодарите за то, что у вас есть, ведь могло бы быть гораздо хуже. И есть люди, которым гораздо хуже, чем вам прямо сейчас. И, ну, приводятся примеры тех людей, которые всё потеряли, и у которых даже не было возможности снимать посуточную, как на тот момент я снимала квартиру, потому что я смогла платить за сутки вперёд, и иногда даже задерживала платёж. И большая благодарность была той хозяйке, которая мне позволяла это делать. У меня не было денег вообще, чтобы просто платить за то, где мы находились. А жить в той квартире, в которой мы проживали, я просто не могла из чувства сохранения своей безопасности и безопасности своего ребёнка. И настолько была ситуация, что я не могла находиться в том жилье для того, чтобы хотя бы за аренды платить. Иначе меня бы, скорее всего, и не было бы здесь сейчас. И вот тогда я прочитала, что благодарите хотя бы за то, что вы имеете прямо сейчас, на данный момент, даже если вы ничего не имеете. Но вы дышите, у вас есть руки, ноги, вы можете ходить, возможно, вы имеете какой-то кровь, раз вы можете читать эти строки, вы читаете эти строки. У вас есть возможность видеть, говорить. У вас есть опыт, который вы приобрели в течение этой жизни. И за это тоже можно быть благодарным, потому что вы смогли этот опыт пройти. Ведь не каждый родился, не каждый пережил детство и дорос до того возраста, в котором вы здесь сейчас. И, вы знаете, я начала разбирать эту ситуацию с точки зрения благодарности. И если раньше я ходила, например, в церковь с точки зрения, как нам её прививали, чтобы мне отпустили свои грехи, и из позиции виноватости, то с этого момента, когда я разобралась, стала ходить из-за энергии благодарности. Ещё раз напоминаю, у меня не было ничего. И, в принципе, если смотреть не с этой точки зрения, а с другой, что, ну, знаете, это тот человек, который в моём понимании, если саму себя просматривать, тот человек не имел права дальше жить. То есть я раньше так рассуждала. И многие смотрят на бомжей, очень многие смотрят на бездомных животных. И на самом деле подсознательно мы тоже думаем, что у них нет права на жизнь. Но животные даже, видите, они тоже проходят свой опыт, свои уроки. И бомжи не были раньше бомжами. Так случилось, такой у них опыт. И наша душа выбирает пройти тот или иной опыт и получить уроки добродетели. Уроки и добродетели. И я начала благодарить за то, что я жива, за то, что я здорова, за то, что у меня есть руки-ноги, за то, что у меня прекрасный ум, за то, что у меня есть прекрасный ребёнок, за то, что у меня есть животные, потому что я не смотрю на то, что у нас нечего было есть, мне практически каждый посоветовал выкинуть животных на улицу. Я не смогла это сделать, и для меня было важно кормить ребенка, животных, потом уже себя. И я благодарила за то, что у меня есть возможность их не выкинуть на улицу, как это делают другие люди. И за то, что я дышу, за то, что хоть как-то я могу и своего ребенка накормить. Вы знаете, эти четыре месяца – это были месяцы ада, которой даже врагу не пожелаешь. И к третьему месяцу, к концу третьего месяца я начала благодарить. У меня был выбор – либо умереть, либо выжить и идти дальше. И вот эта форма благодарности, она мне позволила идти дальше и стать, кем я есть, и очень выйти из того состояния нищеты, того банкротства, когда мое не только физическое состояние, а больше именно эмоционально-психическое состояние, оно было очень неуравновешено. И в таком состоянии идти дальше очень-очень сложно. Решать вопросы очень сложно. И я пошла в церковь. Я пошла в церковь. У меня не было денег. Я их собирала по монеткам, чтобы хотя бы пару-тройку свечи купить. Я доехала до церкви. Практически зайцем это было. Я пришла в церковь и стала благодарить за то, что я жива. За то, что я жива, за то, что мой ребенок жив-здоров. И за то, что я смогла выжить в той ситуации, которые уже были сформированы и произошли в моей жизни. Вы знаете, в этот же вечер у меня настроение начало улучшаться, хотя ничего не произошло. В ближайшее время, через примерно неделю, мне начали предлагать такие очень-очень хорошие условия, но уже люди начали со мной общаться. Я начала находить деньги на дороге. Этого не было вообще. У меня конфликт с учительницей, потому что мы не могли сдать на Новый год деньги. Это был новогодний вот этот вот период. И ребенок у меня ходил пешком, когда был мороз. И накормить его было нечем, соответственно, сдать на новогодние подарки, на какие-то платежи в школу. Было просто невозможно. Ну, просто не было этих денег. И когда мне звонили, просто трясли эти деньги, да, там, то за школу, то за питание, то еще за что-то, меня просто трясло. Меня настолько колотило, что я боялась даже трубку убрать, потому что я понимала, что я не могу ответить на тот вопрос, когда я смогу деньги сдать. И в очередной раз, когда позвонила учительница, мы очень спокойно разговаривали. То есть такое ощущение, что все начало трансформироваться вокруг меня. Вообще энергия благодарности, оно… Ну, да, был такой период. Но она очень высокая. И она… Ее можно сравнивать с энергией любви, энергией благодарности. Это такая добродетель, которая, когда вы имеете внутри себя, когда вы понимаете и осознаете, что за что вы благодарны Творцу, это ни с чем не сравнимо. Я хочу сказать, что любую ситуацию, какая бы она тяжелая ни была, ее можно разобрать с энергией благодарности, энергией любви. И в моей жизни она, я не скрываю, она у меня всегда была очень тяжелая, с момента, наверное, практически рождения до момента 30-летия. Это каждый день был днем испытаний, днем каких-то таких ужасных изменений. Очень редко, когда были периоды, когда я могла вздохнуть и не бояться смотреть в будущее. Это было очень-очень редко. И вот эта энергия благодарности, она начала формировать совершенно другие события. И больше я не ходила в церковь для того, чтобы просить. Я начала людей благодарить за то, что они улыбнулись, за то, что мне подали руку, за то, что мне в маршрутке открыли дверь. Я уже через какое-то время смогла ездить. Даже на маршрутке для меня было что-то неописуемое, что уже можно не пешком ходить. И когда стали появляться деньги, каждый день я не благодарила. Это то же самое, как благословение. Когда вы благодарите себя, когда вы благодарите мир Творца, вы благословляете себя на счастливую жизнь. И что нам пишут? Именно благодаря благодарности и прощению мы создаём суть разных уроков на своём жизненном пути. Что вы думаете, чувствуете, каждую секунду жизни определяет создаваемую вами реальность. И это как раз и показало на моём собственном опыте, что когда я начала благодарить, я начала формировать свою жизнь совершенно иначе. И что бы у вас ни происходило, не забывайте благодарить, не забывайте о том, что всё это создаётся намеренно вами, вашей душой, с вашего согласия, какие бы ситуации ужасными ни были. Это создано для того, чтобы вы получили опыт. И опыт, как правило, любви, благодарности, прощения, достоинства, уважения. Ну и там очень много добродетелей. И когда что-то у вас в жизни происходит, важно это разобрать, понять, осознать и поблагодарить себя за то, что вы сформировали такой опыт. И поблагодарить своих ангелов, проводников за то, что они помогли вам пройти этот опыт. Хорошо, если вы ещё осознаете опыт. Приняйте его, примите эти уроки. И простите себя и, возможно, тех обидчиков, которые участвовали в той ситуации, для того, чтобы вы этот опыт получили. Потому что всё же было создано именно с вашего согласия. Для того, чтобы вы, в первую очередь, научились любить себя и принимать себя. Прошли этот опыт, прошли эти уроки. Но когда мы начинаем уходить в отказ, мы начинаем сопротивляться урокам, сопротивляться опыту. Мы думаем, что все вокруг против нас. И это очень сильно начинает понижать вибрации. Считается, что у нас есть тёмная сторона и светлая сторона. И нам нужно принять и тёмную сторону, и светлую сторону. Но можно это принимать без необходимости понижать наши вибрации. Часто мы начинаем понижать вибрации и уходить на сторону, знаете, я бы так назвала бы, на сторону узла. И это не говорит о том, что мы на стороне зла, и мы должны нести разрушение людям. Это говорит о том, что мы, в принципе, находимся просто в низких вибрациях. Наша задача вытащить себя из низких вибраций и перетянуть себя в высокие вибрации. Но принимать, что в жизни есть как низкие вибрации, так и высокие вибрации. И благодарность, прощение и любовь. Вы знаете, у Горана есть такой курс «Любовь, прощение и сила». И вот эта вот сила, мы её начинаем познавать. И благодарность – это та форма, которая нам помогает это делать. И именно благодаря благодарности мы формируем свою такую счастливую реальность. У нас возникает желание фокусироваться на лучшем, замечать положительное, пробуждает позитивные ожидания. Когда мы привыкаем замечать положительное, наше сознание меняется. И постепенно мы начинаем ждать от мира именно позитивных событий. Помните, да, что на чём мы фокусируемся, то мы и притягиваем. Я начала фокусироваться на благодарности, то есть повышать свои вибрации на тот момент. И у меня начали происходить события какие-то волшебные. В жизни у меня происходили такие моменты после 30 лет. После банкротства, вот как только я приняла решение с этой благодарностью, через 4 месяца, 4 с небольшим месяца, я вывела свою компанию из банкротства, много-много-много, миллионного банкротства, на оборот в 1 миллион рублей. оборот, сумму, которую я смогла снять лично, потому что нужно было долги расставать. Но я уже смогла это сделать. То есть до этого у меня компания практически ничего не приносила. Тогда я занималась очень сильно, сейчас я уже более в спокойной, в таком расслабленном состоянии, но когда мне очень сильно надо что-то сделать, что-то изменить, я благодарю Творца за то, что я имею. Но это должна быть привычка. И она у меня, я заметила за собой, она у меня сформирована. Я благодарю за чашку кофе, я благодарю, ну если она невкусная, я могу сказать, что она невкусная, но всё равно поблагодарю. Я благодарю за прекрасное солнце, я благодарю за то, что выпал снег и так красиво на улице. Я благодарю себя за то, что я поехала на мучение, смогла вам передать эту информацию. То есть мы находим моменты благодарности себе самой, в своей жизни, в то, что нас окружает. Но если мы начинаем злиться и говорить, у нас то не так, у нас это не так, и всё не так, и поверьте, всё будет не так, потому что Вселенная говорит, ну если ты хочешь, чтобы было это не так, то будет не так. создаёт именно сила благодарности, создаёт веру и убеждённость в том, что мир – безопасное, комфортное место, формирует вокруг нас сильное положительное заряженное энергетическое опоре, вот о чём я вам говорю сейчас, которое приводит к позитивным изменениям и действиям со стороны окружения и мира, и притекивает в нашу жизнь всевозможные блага. Причём это происходит очень-очень быстро. И я, когда даю форму благодарности, что вы начните благодарить каждый день, не обязательно это даже записывать, это можно просто проснулись и сказать, Творец, благодарю тебя за то, что я проснулась, за то, что я живу, дышу, и сегодня будет прекрасный день. И вы уже формируете намерение на день, что сегодня у вас будет прекрасный день, и люди будут вас окружать самые прекрасные, и всё будет создаваться по-другому. И мужья, которые ворчат, да, и там ведут себя не очень хорошо, ну и там дети или родители, или сотрудники, они будут по-другому себя вести. И поверьте, это на мне, вот настолько это видно было и проработано, что о благодарности могу говорить очень-очень много. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok